Азербайджанская армия одержала победу в 44-дневной отечественной войне благодаря героизму и доблести своих сыновей, готовых пожертвовать жизнями ради освобождения наших земель от армянской оккупации. Один из таких героев – старший лейтенант Агагарда Шаббасов, получивший осколочное ранение в ногу в ходе тяжелых боев на Фузелинском направлении. Несмотря на это, офицер вынес с поля боя немало своих раненых товарищей. 28 сентября, в день своего рождения, он был убит выстрелом вражеского снайпера. Пусть земля будет пухом всем нашим шехидам, вечная память нашим героям. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник 8 декабря подписал указ о создании фонда поддержки «Фонд Яшат» по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов. Согласно указу, фонд создается для создания прозрачной, эффективной и доступной платформы для дополнительной поддержки, реализуемой государством в области социальной защиты следующих лиц. Военнослужащих с ограниченными возможностями и членам семьи шехидов, сотрудникам государственных органов, учреждений или членам семей погибших сотрудников в результате их участия в ликвидации последствий боевых действий при исполнении служебных обязанностей на освобожденных территориях, а также после окончания боевых действий. Средства фонда будут формироваться за счет пожертвований граждан Азербайджана, соотечественников за рубежом или иных физических и юридических лиц, а также за счет других, незапрещенных законодательством источников. Распорядителем средства фонда, согласно документу, является Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям АСАН, а общий контроль за формированием и управлением средствами будет осуществлять попечительский совет. Согласно указу, фонд Яшат берет на себя различные расходы, в том числе оплату кредитов и долговых обязательств семьи шехидов и инвалидов. Фонд Яшат планирует оказывать помощь лицам, подрывавшимся на минах и их семьям. Об этом 8 декабря заявил председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульве Мехтьев на брифинге, проведенном в связи с созданием фонда. Платформа фонда будет сформирована таким образом, чтобы каждый азербайджанец смог отслеживать его деятельность, сказал Мехтьев. Глава Госагентства отметил, что она разрабатывается Центром развития электронного правительства. Как только платформа будет готова, общественность проинформирует об этом, сказал Мехтьев. Граждане также смогут обратиться к нам со своими предложениями, заметил глава Госагентства. Он отметил, что для каждого, кто перечислит пожертвования, на онлайн-платформе будет открыт специальный кабинет, где он сможет контролировать направление расходования перечисленных средств. По словам Мехтьева, сотрудники агентства будут посещать каждого обратившегося в фонд Яшат. Президент Азербайджанской республики, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев выступил с инициативой присвоения новой станции бакинского метрополитена имени 8 ноября в чьи дни победы. Как передает канал 13, со ссылкой на прислужбу кабинета министров, правительством принято соответствующее решение, согласно которому новая станция бакинского метрополитена, расположенная в Насиминском районе по адресу улица Джейхона Салимова, 1065 квартал, названа 8 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании фонда помощи азербайджанской армии. Как передает канал 13, со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджанской республики, также отменен указ президента Азербайджана о создании фонда помощи вооруженным силам от 17 августа 2002 года. Кабинету министров поручено обеспечить перевод средств, находящихся на балансе фонда помощи вооруженным силам, на специальный счет фонда помощи азербайджанской армии, а также решить вопросы, вытекающие из настоящего указа. Согласно положению, распорядителем средств фонда является Министерство обороны Азербайджанской республики. В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 31 января 2021 года. Как передает канал «Альтернации» со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров, с 00.00 минут 14 декабря 2020 года до 00.00 минут 18 января 2021 года в стране будет применен ужесточенный особый карантинный режим. В этот период на территории Азербайджана приостанавливается деятельность сферы услуг за исключением определенных соответствующим постановлением Кабинета министров. Оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепитов, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах, будет осуществляться только в режиме онлайн либо доставки. На все территории страны в субботние и воскресние дни ограничение на работу общественного транспорта подливается до 6 часов утра 31 января 2021 года. Ограничение на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также подливается до 6 часов утра 31 января 2021 года. С 00.00 минут 14 декабря 2020 года до 00.00 минут 18 января 2021 года будет ограничено передвижение в Баку, Сумгаити, Генжи, Мингечевире, Ширване в Абширунском районе, а также в районных центрах Лянкаранского, Масалинского, Джалебадского, Шикинского, Закатальского, Губинского, Хачмасского, Явласского, Бординского, Белесуварского и Смолинского районов, за исключением сел и поселков. С 00.00 минут 14 декабря 2020 года до 00.00 минут 18 января 2021 года на территории городов Баку, Сумгаити, Генжи, Мингечевир, Ширвана и Абширунского района, а также в Лянкаране, Масалли, Джалебаде, Шикин, Закатале, в районных центрах Губа, Хачмас, Явлах, Борда, Белесувар и Исмаилы, за исключением сел и поселков, граждане смогут покидать место жительства или место пребывания посредством системы СМС-разрешения, либо получив разрешение в службу управления дежурными частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, колл-центере 102. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 9-10 декабря совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом передает канал 13 со ссылкой на турецкий телеканал ТРТ. Эрдоган завтра отправится в Азербайджан и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым впервые после прекращения огня в Карабахе. Визит турецкого президента в Баку продлится два дня. На встрече будут обсуждены как отношения между двумя странами, так и последняя ситуация в Карабахе. В ходе встреч Эрдоган Алиев будет также детально оценен процесс прекращения огня, сообщает телеканал. По данным ТРТ, лидеры двух стран обсудят и последнюю ситуацию в регионе в связи с созданием Турецко-российского центра для наблюдений и контроля над прекращением огня. Будет обсуждена деятельность, осуществляемая для работы совместного центра. В ходе переговоров также будет дана оценка будущим совместным шагам, которые предпримут Турция и Азербайджан, говорится в сообщении. Ранее Эрдоган сообщил, что вместе с супругой примет участие в параде в Баку по случаю победы в войне за освобождение исторических земель Азербайджана, который состоится 10 декабря. Католикос всех армян Горигин II призвал пемьер-министра Армении Николу Пашиняна уйти в отставку. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, в своем послании глава армянской апостольской церкви заявил, что народ после войны в Карабахе переживает боль и горечь потерь. Многочисленные жертвы и потери Карабаха нарушили национальное единство и солидарность. В связи с постоянно ухудшающей ситуацией, католикос провел обсуждение с Советом епископов Армянской апостольской церкви и Высшим церковным советом. Состоялись встречи с президентом Армении, председателем национального собрания, а также представителями различных политических сил. Будучи обеспокоенными тревожными событиями, мы также встретились с пемьер-министром Николом Пашиняном в связи с растущей напряженностью в обществе, внешними и внутренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к пемьер-министру, мы ипотечески призвали его сложить полномочия во избежание потрясений. Возможны столкновения и трагических поворотов, говорится в послании католикоса. Горигин II призвал парламент прислушаться к требованиям общественности, выбрать нового пемьера и сформировать правительство национального согласия. Ранее о необходимости ухода Пашиняна заявил и католикос дома Киркийского Арм I. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова